конечно же нужно вести подвижный образ жизни в любом возрасте что что в детстве что и уже в более преклонном возрасте при том что я как вот сейчас смотрю тоже я уже вошел в стадию уже зрелости такое 42 года и и вот я вижу когда люди действительно занимаются физической нагрузкой какой-то у них совсем другой настрой который его очень например видно уже в этом возле даже раньше видно когда человек употребляет алкоголь курит сигареты на мой взгляд в принципе для того чтобы всех хорошо и чувствовать гармонично нужно конечно же головой понять что это ничего не нужно это не это не то что слова не курите вы действительно не курить и зачем вы это делаете и так той жизни нашей вот здесь вот во всем случае в данном теле в котором мы сейчас находимся дал ну как бы каждый в своем поэтому занимайтесь как можно больше это конечно же может быть и и плавание и занятия вот я для себя нашел хорошие вот ну два года уже практически занимаюсь профессионально кундалини йогой и меня это и эта практика это не чисто физическая нагрузка это очень такая тонкая штука я советую всем ее всем и и творческим людям и и нетворческим людям это не это даже здесь не важно развиваться это очень серьезная тема которая поднимает и духовность и и снимает какие-то блоки которых у нас очень много и от рождения и приобретенные и какие-то зависимости и какие-то страхи это все можно убирать работать и тогда наша жизнь она она становится более качественная будет более плодотворная и действительно можно чувствовать себя в любом возрасте очень хорошо я вот даже не сейчас интересно наблюдать как вот иногда люди там и в 60 и в 70 прекрасно выглядит хорошо себя чувствует еще и и рядом с ними какая-то молодежь какие-то даже там не знаю им все интересно это вот когда тебе физически хорошо и комфортно то тебе и внутренне и ты можешь очень быть долго молодым это очень вот важно не не потерять вот этот вот импульс импульс вот этот вот поэтому а может заниматься сейчас очень много всего кто-то любит более экстримные вещи я например спокойнее к ним отношусь потому что в любом случае нас и так много мы разговаривали про то что машины и ездим все время это все время риск какой-то все время жизнь в городе она все время подразумевает вообще жизнь до человеческая она она все время какой-то подвержена риску поэтому и еще целенаправленно бросаться со скалы это конечно кайфово но тем не менее все равно береженого бог бережет никто не отменял даже береженый бог 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 бер